Юрий Бочаров, израильский политолог, к нам подключается. Здравствуйте, господин Бочаров. На фоне, как мы знаем, запланированной на 5 апреля встречи ЕС-США с Арменией, мы наблюдаем вот такое активное стягивание войск на границе. Как вы считаете, к чему так усердно готовится Армения? Ну, вы знаете, вся эта демонстрация рассчитана, скорее всего, не на Азербайджан, а на своих западных партнеров. Знаете, деньги надо отрабатывать. Если мы вспомним уже более полугода, Франция активно вооружает Армению. Хотя, если мы посмотрим комментарии самих же французов, если вспомните, в прошлом году, если не изменяю, где-то Франция поставила новые системы, там, бронемашины «Бастион». И заявив при этом, что сначала машины были предназначены для Украинского фронта, но потом, изучив ситуацию на Украинском фронте, что они не могут выдержать и дня против русской атаки, их поставили в Армению. То есть, это даже не смешно. Вы понимаете, что нам не нужно, то, что не нужно вообще-то вставить кому-то, поставилось в Армению. И сегодня Макрон пытается выбить у Евросоюза решение, что экономическая помощь и военно-политическая помощь, которая пойдет из Франции в Армению, это будет идти по линии Евросоюза. То есть, не из собственных денег, а этот хлам Макрон пытается продать за деньги Евросоюза в Армению. То есть, каждый играет на своей площадке, каждый отрабатывает свою функцию. И поэтому это приготовление, ну, если уже вам поставили, если вас вооружили, вы должны как-то это продемонстрировать. Вот это идет страция, так сказать, намерений, укрепление границы, укрепление военственные заявления. Я думаю, что пока это всегда чисто армянский блеф. Что делать, пока не знает. И каждый, вы обратите внимание, каждый, что из политиков, кто сегодня заигрывает с Арменией, в основном преследует свои сегодняшние цели. Будь то Макрон, будь то Блинтер, будь то кто угодно. Вот это текущий момент. Армению сегодня используют для собственных политических и экономических решений, в основном в Евросоюзе. Ну, все-таки, вот какие игры затеял Запад и спрашивается, почему. Вот Азербайджанский МИД, кстати, уже высказал свою позицию, отметил, что вот эта конференция, которая намечена на 5 число, ЕС Армении и США, носит явно односторонний предвзятый характер и основывается на двойных стандартах. Естественно, двойные стандарты будут преследовать Азербайджан повсеместно в любых решениях. Смотрите сегодня, кто приезжает на конференцию? Макрон и Блинтер, да? Какая задача у госсекретаря Блинтера сегодня вообще? На Южном Кавказе, да и вообще в регионе Ближнего Востока? Только одна. Президентские выборы. И для президентских выборов нужна определенная позиция как на Ближнем Востоке, так и в Южном Кавказе. То есть демонстрация американской возможности, демонстрация американской внешней политики. То же самое Макрон, у него слава богу выбираться не надо, но о завтрашнем дне он думает о Евросоюзе. Он хочет подвинуть кое-кого в Евросоюзе, чтобы занять достойное место. Поэтому он тоже работает на себя. Обратите внимание, никто не работает на Армению. Все используют Армению для решения собственных политических интересов. Более того, Армении просто некуда отступать. Понимаете? И Колопашан ищет все время новых покровителей. Он мечется уже больше двух лет между Москвой и Евросоюзом. И туда, то обратно. И туда, то обратно. И вот это его метание сегодня всем на руки. Потому что он с трибуны ЕС готов залепить тую фразу о дружбе с Москвой, о войне с Москвой, о дружбе с Азербайджаном, о Ираном, о дружбе с Турцией. Любую позицию, что нужно его европейским партнерам, он готов озвучить. И не более того. То есть такая говорящая голова в телевизоре, которая выгодна сегодня всему за... Не более того, к сожалению. А что вы думаете вот об этом, ну, в целом об этой конференции? То есть это что, новый союз такой образовывается? Это новая встреча старых друзей. Более того, сегодня будут сделаны какие-то грамотные заявления. Что добились, что Армения получила, что Запад решил, что политика продолжается, что все, как говорится, Запад защитит. Как говорится, все. И от Азербайджана, и от России. Запад защитит Армению. И эта дружба продолжается. И новый союз развивается. И все обычные слова, которые звучат с таких встреч, которые не имеют в принципе никакого решения. Потому что решения принимаются не публично. Решения о военной помощи, о пословках оружия, решения о войне, о военных действиях, понимаете, принимаются не на публичных площадках. Поэтому все, что будет, опять же, будет пустой воздух, пустой звук, просто движение мускулов каждого политика. И обратите внимание, опять же, каждый политик, который выступит заключительным словом на этой конференции, выступит исходя из собственной повестки дня. Не более того, потому что всем будет важно не то, что прочитают в Армении, не то, что прочитают в Азербайджане по этому конкурсу, а то, что прочитают во Франции или в Америке. Как это слово отзовется в этих странах, слово отзовется в Брюсселе, как это слово отзовется в Вашингтоне и в Париже. Не более того, а как на это среагируют в Армении, поверьте, никого из этих выступающих не будет интересовать, даже близко. Спасибо большое за Ваш комментарий, Юрий Бочаров, израильский политолог, к нам подключался.